токарного станка нету делаем то что надо переворачиваем вставляем этой стороной и делаем то что надо потом чем в германии вот такая вот шлифовальная масть называется средняя германская демократическая республика прекрасно работает вот берем фетровый кружочек и полируем пока не заблестит как у кота все блястит потом можно еще и полировальником пройти то есть берется дрель тиски болгарка слифовальная машинка на лучше если она у вас с пылесосом и все и делается вот таких будет сегодня два молоточка но теперь еще к ним нужны ручки ручки были маленькие коротенькие теперь я сделал их примерно такие сантиметров по 35 по 40 будем тестить конечно вот такая ручка более удобная но я сейчас пока делать такое не буду следующий этап что есть джерночка полировальничек и вперед вот что было и что стало теперь эти ручки сейчас надо немножко привести в порядок подогнаться и вот эти два штифта вогнать это в большой молоточек это маленький почему потому что вот эти ручки меня не устраивали раз второе я переделал тут было ровно сейчас покажу как вот он молоточек из той же серии примерно вот такое было окончание но как-то это меня не устраивало и я вот таким образом сделал чуть полирнул и будем экспериментировать пробовать опять же за . байка вот здесь шарик здесь немножко овал овалы чуть-чуть разные я специально сделал и длина ручки но в принципе надо будет можно сделать и покороче но условно для примера чё было чувствовала если чем можно их попилить сделать короче юмор в том что когда вот делаешь что-то да но сейчас попытаюсь снять и видны маленькие вот они перелив чеки сейчас попытаюсь снять да вот это здесь было сильно побито делалось и приборчиком и но не в этом дело и вот эти переливы где-то что-то застучать где-то что-то поднять вот тяжелым молотком неудобно работать этим как раз легеньким маленьким боечком будет удобнее ну то есть возьмем вес допустим вот молоток вот он молоток да сколько он весит и вот эти они легенькие вот я решил из того что было сочинить и попробовать что получится грубого наждака вот эти граньки все еще не такие убогие здесь от торцы не очень вот она такая шкурка гуф их софт называется мирковская на поролончике чуть-чуть надо подправить просверлил отверстия вот они два штифтика один такой здесь как трубочка это у нас сюда идет а второй просто вот такой штифтик металлический это идет у нас сюда забивается резкость наводить в принципе все еще окончания повернуть потихонечку набить все вот что получается еще полярнуть чуть-чуть надо рабочие кромочки и вперед вот штифты на месте резкость наводить здесь дерево здесь вот он штифтик ну и теперь осталось чуть полярнуть чтобы эти поверхности были как можно идеальней что вперед вот так вот час может быть чуть больше прошло все стало красиво блестит вот можно переделать из молоточков сделать вот из таких условно которые непригодные данном случае особо для того чтобы немножко поблендить юмор в том что вот эти молотки они более тяжелые это более легкий почему я этим делом заморочился потому что иногда вот этим во первых тяжело работать когда ты им машешь во вторых бывают металлы но такие как на маздах кто занимается знает об этом вот там очень такой металл мягенький на других марках тоже машины есть мягкие поэтому вот есть смысл ну ради интереса сейчас взвесим тогда вот у нас по нулям берем карпойнтовский молоток 197 граммов берем мой который потяжелее 102 грамм чека и который легенький 63 это я так думаю что пригодится для очень тоненьких металлов или когда условно лучше поколотить там десять раз посильнее чем один раз вот так неудачно бабахнуть и получится вмятина с которой воевать вот такие короче проблемы стояли опять же ручки по длине и более удобно можно с более далекого расстояния улавливать то что надо маленькие там какие-то наплывчики какие-то осаживать маленькие поверхности ну в общем тем больше инструмента тем интереснее поигрался я немножко вот этими молотками конечно 60 граммовый на фольксовском крыле он не алло вот а 100 там с чем-то граммовый вот этот прям отлично старая лучи сожалению глаз видит а снять не так-то легко вот они и вот эти все вот такие плавные наплывы переплывы вот они видны гораздо проще забивать вот таким молотком берешь и рука не стою и ты сидишь да как бы на расстоянии и дозировать как говорится нажим удар более проще чем на тяжелом большинстве молотке опять же повторюсь еще почему вот эти все самоделки делаю потому что иногда видишь продают много чего продают но вот так купил попробовал выбросил но мне это не нравится не интереснее самому сделать попробовать и как говорится сделать это самому а в итоге все это ради того чтобы работа которую делаешь выполнялась более качественно более быстро более легко чтоб ты меньше уставал в общем как то так и так жить интереснее мне как бы вот этот молоточек который потяжелее взял неодимовый магнитик чтоб чуть веса больше было но в итоге вот что получается здесь такие перепады были прям большие вот этих местах и уже стало поровнее опять же любым инструментом надо приработаться вот еще там есть неровности но тем не менее то чего хотел я добиться облегчить молоточки и имея более легко то есть можно как говорится не бояться лучше ударить там 20 30 40 раз чем сразу набить эту самую ямку какую-то потихонечку вот эти неровности кто как называет шифер там или чего-то вот еще видны и плавные провальщики шишечки забиваем мятинки плавные поднимаем вот пока ровно не станет или очень ровно вот решил еще третий молоточек такой под две насадки сделать будет вот таким вот длина пока 45 но это опять же все надо обкатывать вес тут самой вот этой вот заготовочки по моему 95 или 98 грамм опять же при желании это все можно подкорректировать в меньшую сторону и длину и вес как она себя покажет не неизвестно поэтому сделал длину я так где-то вот настолько длиннее можно укоротить если будет неудобно работать и соответственно вот этот вес тоже можно будет уменьшить вот такой станочек не хитрый как и все я занимаюсь подточил уже можно в принципе тестить одевать насадки потихоньку колотить ну сейчас еще чуть-чуть готов но это заготовка на нее так обтачивать это было так молоточек попробовал тяжеловато 163 грамма получилось вместе с насадками и решил я его немножечко подкорнать об промсать облегчить буду облегчать почему чтоб удобнее работать 165 грамм там или всем но это многовато для меня во всяком случае я хочу сделать молоточек полюска так немножко некрасиво думаю надо чуть-чуть полирнуть вот фетровый круг и опять тоже сделано германской демократической республики вот это же паста посмотрим что получится что-то получается все грязно надо тряпочкой потереть вот оказывается чем можно сделать блестит как золото ну это так для эстетики немножко заблестела все но это так как говорится немножко эстетики привнести хуже не будет ну вот такой молоточек получился будем пробовать вот она ребрышко такое издалека вот отсюда на вытянутой руке все хорошо видно я даже достаю чуть дальше вот расстояние очень хорошее очень хорошо видно спокойно работать а вблизи вблизи это видно гораздо хуже все это расплывается и качество работ получается похуже ну это кому как для меня вот такой вариант как бы напрашивался долго я его решил осуществить кто-то и вблизи работает делает идеально у меня так получается у всех глаза руки опыт все разное условия разные освещение опять же разное вот все это влияет и каждый человек приспосабливает все под себя вот с этой целью я и наделал вот эту так сказать небольшую серию из трех молоточков ну естественно это продолжение я наделал насадочек потом посмотрел что тяжелыми молотками не очень-то удобно махать иногда как говорится промахиваешься промахиваешься и по силе удара и по верности вот поэтому вот такой вот вариант для себя из друге получился вот такой комплект из трех молотков грубо 60 грамм условно я говорю там плюс минус 100 грамм и это где-то 125 130 с насадками ну это опять же все условно примерно это все будет обкатываться надо будут ручки обрезаться ну так далее и тому подобное вполне возможно придется окончание как-то по-другому сделать все это надо еще обкатывать это все сырое практика покажет что лучше что хуже что надо что не надо вполне возможно какой-то один молоток так сказать себя хорошо покажет а может и не один так что тут опыт дела на живу на итог значит молоток вот этот грубо 60 граммовый для тонких металлов для мягких вот этот 100 граммовый получается как бы более-менее для разных вот ну и вот такой вот с насадками 133 грамма если мы возьмем этот карпойнтовский молоточек похоже сравнимо да здесь грубо 200 грамм вот когда работаешь вот так на дальнике не всегда хорошо видно ну и таким молоточком можно грубо говоря промахнуться и но накосячить когда работаешь вот таким молоточком на дальнике очень хорошо видны все вот эти перепады вот и им берешь и потихонечку колошматишь потихоньку помаленьку вот и плавно все это разбивается не повреждая краску вот под забивается условно шишки неровности довольно таки неплохо и опять же когда работаешь на вытянутой руке из дальнего расстояния вот все это очень хорошо видно собственно ради этого и была задумана вот это вот переделка старых молотков из вот таких обычных вот такой тоже тоненький маленький легенький вот это стоматологические или для работ по цветным металлом там занимаются люди ну вот я их приспособил переделал довольно таки неплохо получилось и эстетично и практически но в данном случае мне вот этот молоточек 100 граммов очень хорошо понравился им очень хорошо работать на дальнике хорошо видно реально видишь то что ты забиваешь ну теперь обкатка еще раз повторюсь покажет что и как потому что при работе бывают разные дефекты разные повреждения они по-разному делаются ну в общем то вот такой наборчик из трех молоточков опять же вот этот который потяжелее здесь вот я его взял заклеил чтобы он никуда у меня не проворачивался здесь вот у нас штифты заводские это заводских переделка вот а здесь все самодельное вот такой молоточек вот как раз он под две насадки под разные вот такой наборчик